Московская область в сфере образования развивается высокими темпами. Сегодня по числу детей в школах и детских садах Подмосковье практически сравнялось с Москвой. При том, что населения на 5 миллионов меньше. Тем не менее, еще предстоит построить огромное количество объектов, чтобы исключить переполненные школы и очереди в детские сады. В ближайшие пять лет уже построены 430 садам, мы добавим еще 155. В первую очередь Красноковске, Балашихе, Одинцово, Химках, Витищево и Ленинском городском округе. Кроме этого, вручаем Министерству образования главам территории искать дополнительные возможности для выкупа готовых подмещений под детские сады, в том числе поддерживать частные практики. За 7 лет в Подмосковье построили 135 школ. В прошлом году началось строительство еще 50. Задачи правительства 33 из них ввести в 2020 году. В том числе 16 откроются уже к 1 сентября, а 17 запустят до конца года. Обращаю также внимание муниципалитетов и Министерства образования на важность подбора кадров. Это и директор, от которого зависит качество образования, и, как правило, 38-40 учителей, которые работают в школах, которые мы строим. Их нужно готовить, подбирать заранее для того, чтобы качество образования было на стабильном высоком уровне. Правительство Московской области поддерживает педагогов, предоставляет социальную ипотеку, служебное жилье, выплаты молодым учителям и классным руководителям. С 1 сентября надбавка классным руководителям составит 11 тысяч рублей. Основу учебного года детей начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием. На качестве образования Андрей Воробьев сделал особый акцент. Что касается качества образования, мы каждый год составляем рейтинг. У нас полторы тысячи школ, и в первый год, 4 года назад, 317 школ было в так называемой красной зоне. Сейчас осталось 96. Это большая работа технологического состава, директора, глав нашего министерства. Задача двигаться дальше. Президент ставит в своих указах перед нами задача войти в десятку лучших образовательных систем. Для этого мы должны соответствовать и по форме, и по содержанию. В Подмосковье активно развивается олимпиадное движение. В 2019 году каждая вторая школа подготовила победителя или призера регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Вместе с Министерством обороны и правительством Москвы с 1 сентября Московской области запустит военный патриотический лагерь «Авангард». Смысл его заключается в том, что каждый год 30 тысяч школьников из Москвы и Подмосковья в возрасте от 15 лет будут проходить обучение в этом современном центре. Получать интересные и полезные навыки, а также знакомиться друг с другом. Сегодня почти половина девятиклассников в Подмосковье хотела бы продолжить учебу в колледже, чтобы зарабатывать на жизнь и чувствовать себя уверенно. Об этом говорят сами ребята. Всего в Московской области 49 колледжей. 12 из них входят в топ-100 лучших в России. Конкурс в эти учебные заведения 4-5 человек на место. Наша задача продолжить развивать партнерство с ключевыми предприятиями, чтобы каждый выпускник получил гарантированную работу и достойную заработную плату. У нас уже есть успешные примеры. Это колледжи, совместно реализованные проекты из Домодедова, Шереметьева, с Мерседесом. В прошлом году с Ростелекома в Красногорске мы запустили великолепный колледж. С Хина, еще завод не построили, но в Химках они уже готовят ребят для того, чтобы они работали с конца 2020 года. Отдельное внимание уделяется развитию подмосковных университетов. Сейчас три вуза входят в топ-100 университетов России по всем направлениям обучения. А всего их в Московской области 6. Три из них педагогические. Московский областной государственный университет в этом, точнее в 2019 году, вошел в топ-100. Андрей Пластунов, Алена Иванова, Ольга Захваткина для программ Городские вести.